Данцхол Рагамуфин Раньше рага была под музыку всякую, живую А Данцхол в основном идет под электронную музыку Начиная от жестких битов, начиная от кучи баб, которые трясутся Такой танцевальный рагамуфин Расскажи, как ты сам давно узнал об этой музыке И как пришел к тому, что начал заниматься? Ну, знаешь, я пришел к этой музыке, наверное, в году, в 2003, наверное Когда услышал только первую песню Baby Boy, Шонбол и Бейонс Меня она просто так поразила, вообще так вставляла нереально Где-то в 2006 году я начал, короче, вот, писать первую песню такую Данцхольную После альбома Шонбола Ты сам пишешь себе биты или работаешь с кем-то? Нет, биты я сам себе не пишу Было давно такое желание попробовать сам научиться, но это, короче, сразу я понял, что это не мое Биты я не пишу Я работаю с такими людьми Многие, наверное, знают Это DJ Ice, который сейчас находится в Австралии Респект ему Ну, you got my respect Потом, это мои чуваки, мои группы из Москвы Это Дон Антон, представитель независимого лейбла Это Kelly Hot Slap Точно так же это диджей или селектор, там, D-Draw Который, там, несколько уже битов таких, крутых Начиная, там, динс-холл Такого фонарного Кранковый динс-холл, там, вообще Много всего такого различного Да я, как бы, не только динс-холл делаю Преимущественно Расскажи, с кем ты сотрудничаешь Где выпускаешь Ну, свои треки вообще Где можно их послушать Ну, начнем с того, что я их пока не выпускаю Я их записываю, как бы, у меня записано, как бы, уже очень много треков, как бы И больше, наверное, половины из них не сведены Точно так же, как я записываю, как бы, что-то там, все, вот Кому-то, там, на альбомы, там, и... Я даже не знаю, как сказать, как бы, биты, как бы... И сами треки, как бы, просто я не хочу пока распространять по Владивостоку Я записываю треки, делаю демки и отсылаю, там, кучу, там, всяких людей, там В Германии, там, не знаю, в Австралии, там, как бы, на Ямайку тоже отсылаю Как бы, многие со мной, как бы, когда услышат, как бы, что-то Все это, как бы, со мной работают Можно ли услышать твои треки в живом исполнении? Если можно, то где? Ну... Это очень можно И это очень много раз было Просто я не всегда, не работаю, в основном, на рэперских, там, тусовках Там, я предпочитаю дэнс-хол, как бы, но, как правило, у нас дэнс-хол тусовок не проводится Делаются так, какие-то мини-РНБ тусы, которые, там, еле как, там, делают под формат дэнс-хол И то смешно даже называют, там, дэнс-хол пати И там бывает, но это очень редко, когда такие проводятся Последнее, что было, это две недели назад Бросалили Скажи, пишешь ли треки сейчас и ожидаются ли у тебя какие-то релизы в ближайшее время? Пишу, 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 очень много пишу Как бы, за последние лета я столько записал, там, просто, как бы, вообще Я так никогда не писал Обычно пишу, там, там, записываю треки те же самые, там, там, два-три, там, наверное, в год А тут за лето я тут записал, не знаю, тут столько, как, можно пластинку свободно выпускать Но то, что я хотел бы выпустить именно на свою пластинку, наверное, половина уйдет туда А пластинку, я думаю, выпустить в лучшем случае следующее лето А в худшем? В худшем зима следующая Кого, на кого ты ориентируешься, вот, именно в донс-холе? Ну, даже, так сказать, не ориентируешься, а вот, ну, кто для тебя является, кроме Шан Пола Ну, прям, лучшим в этой, в этом стиле Ну, Шан Пол, Шан Пола я просто начинал, как бы, то, что я раньше думал, ну, и меня многие раньше называли О, Шан Пол, наш русский Шан Пол Хотя, ну, я тоже делаю все на английском, плюс ямайский диалект У меня даже скоро будет, наверное, в будущем трек на французском, как бы, есть, как бы, разновидность такая дэнс-хол Есть, короче, ямайский дэнс-хол, кстати, уже в Америке дэнс-хол ебашит там И точно так же, вот, французский дэнс-хол, разделение такое, типа, вот Французский он намного красивее, и музыку они делают намного мелодичнее А, чё там, Ямайка, они там вообще кончены все рубами Ну, гопари вообще, им похуй на музло Они сделали бит, и вообще там все, там, написали там все ебашит от него, и всё Там вообще, у них даже система такая, там, клубы там, дэнс-хол там Зайди, любой белый, они тебе сразу посмотрят, как расисты Ну, вот, ты занимаешься этой музыкой, а на Дальнем Востоке есть кто-то кроме тебя еще в этом стиле? Ну, люди, работающие в этом стиле Я не слышал ни одного Вообще, ты... Я ни одного не слышал На Дальнем Востоке дэнс-хол не развит? Вообще не развит Да он... Он не то, чтобы во Владивостоке, он да и в России не развит В Москве, там, как бы, в Москве, как бы, он более-менее развит, там Собирают тусовки, там, огромные проходят по нему, и очень много народу Там постоянно этот дэнс-хол, там, не знаю, там тусовок дэнс-хол, наверное, штук по десять в месяц точно есть У них, наверное, как у нас рэперская Вот так Ну, вообще, как считаешь, что нужно делать на Дальнем Востоке, чтобы этот стиль музыки развивался? Как-то двигался вперед Надо слушать Тимати Тимати, короче, ну, Тимати записал два трека дэнс-хольных Один дэнс-хольный трек он запел с чуваком, ну, вообще, который я прям очень уважаю Ну, француз, зовут Джимми Сисоко И он, короче, ну, R&B-шник, там, там, soul, там, короче, и в основном дэнс-хол И он с ним записал трек, причем этот чувак, там, ебашит по-русски Это вначале было так, это противно, ну, не противно, вообще, было тяжело понять, что он, там, поет, там, зажигалки Вообще, ужас какой-то Просто я не ожидал, что французы будут по-русски ебашить А так, вообще, очень много исполнителей дэнс-холла, того же самого, не знаю, там, не знаю Литрюк, он же делал дэнс-холл Литрюк, кстати, да, очень делает дэнс-холл У него на альбоме, вот, на альбоме Литрюк, было два крутых трека, которые, просто, вообще, там, сносят башню, там, короче Вар иноми Бэк Яд и Патя номер два Для меня это у него, типа, самые крутые треки, он вообще, просто, крутой в этом, замутил А так... То есть, ты хочешь сказать, что есть рэперы, которые работают в этом стиле музыки Да Но нет людей, которые полностью бы ушли в дэнс-холл Да, да я даже, как бы, не полностью ушел в него, я, как бы, делаю, у меня, я не знаю Ну вот расскажи, чем ты занимаешься, кроме этого музыкального стиля? Я занимаюсь В чем еще двигаешься? Ну, в основном, это дэнс-холл преимущественно Так, помимо этого, еще это идет, как бы, всякий, там, не знаю, там, не знаю, какой-то коммерческий R&B Ну, в основном, все, что я делаю, это все коммерция Как бы, не знаю, там, R&B, там, и то я делаю все, что, короче, я делаю так Я делаю, короче, R&B, как настоящий, ну, в стилях, в лучших традициях Франции Делаю там, не знаю, тоже, в принципе, немного хип-хоп делаю, но его очень мало у меня И, как бы, главное, что я делаю, что ничего, как бы, не как русский человек Плохо, мне не нравится русский язык в песнях Я его считаю непригодным для песен Ну, ты как считаешь, вообще, есть ли коммерческое будущее у... У дэнс-хола? Да Ну, если его будет точно так же раскручивать, как в Америке, во Франции, думаю, да, как бы... Во Франции, как бы, он начинался, как был, как мейнстрим, а сейчас во Франции, там, короче, в основном всяких... Открою любой хит-парад какой-нибудь французский, там, наверное, будет какой-нибудь, там топ-50 какой-нибудь И, там, наверное, человек десять будет точно брюс-хольщики всякие... Там это... Там это...